Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов и короткий анонс, что будет сегодня в нашем выпуске новостей. Шесть этажей под снос. В центре Махачкалы демонтируют незаконно построенные здания. Подробнее в выпуске. Экс-мэр столицы Дагестана Саидомиров подал прошение о помиловании. Его рассмотрит губернатор Оренбургской области. На первенстве Южного федерального округа по армейскому рукопашному бою дагестанские спортсмены стали обладателями 13 медалей. Расскажем об этом в спортивном блоке. Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджи Ибрагимов рассказал журналистам, что Минздрав региона запустил горячую линию по вопросам коронавируса. Глава ведомства подчеркнул, что своими симптомами новый коронавирус очень напоминает обычный грипп. И в зоне риска находятся пациенты, болеющие хроническими заболеваниями, пожилые люди и те, у кого слабая иммунная система. Министр заверил, что медицинские организации республики готовы к наплыву больных с признаками новой инфекции. Медучреждения полностью обеспечены всем необходимым и противовирусными препаратами и расходными материалами. Практически во всех больницах проходит учение, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание. Все интересующие вопросы по поводу нового вируса жители региона могут задать по телефону 67 15 99, заключил глава ведомства. Отвечая на вопрос о наличии генетических и иммуноферментных тестов, которые помогают определить наличие коронавируса у потенциального больного, министр отметил, что у нас в республике они имеются и на сегодняшний день их достаточное количество. Создана горячая линия на базе Дагестанского центра медицинных катастроф для граждан, которые побывали в полуких регионах, у которых возникают такие вопросы. И номер телефона 67 15 99. По данному телефону наши граждане могут обращаться и получить необходимую информацию. Практически во всех медицинских организациях проводится училище. Каспийский, Карлакенский район, Кайкенский район, Ервенский район. По сообщениям ряда СМИ, руководители Кизлярского района подозревают в подлоге и превышении полномочий. По версии следствия, Александр Погорелов незаконно выдал 19 гражданам, не проживающим, на территории сельского поселения выписки о принадлежности им земельных участков в качестве пожизненно наследуемых владений. При этом преступления, в которых подозревается чиновник, по данным следственных органов, были совершены еще в 2012-2015 годах, когда Погорелов возглавлял сельсовет Южный Кизлярского района. В результате этих действий муниципальному образованию был причинен ущерб в размере двух с лишним миллионов рублей. Следственный комитет по республике возбудил по данному факту уголовное дело. А другой глава дагестанского муниципалитета приговорен к условному сроку и штрафу. Как сообщает молодежь Дагестана, Бабьертовский районный суд приговорил Ильдара Карагишиева к четырем годам решения свободы условно и назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей. В течение года ему будет запрещено занимать в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функции представителя власти. Ему вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями и еще ряд преступлений. В Махачкале снесут шестиэтажный дом. Постановление о сносе вынесено Верховным судом Дагестана. Незаконно возведенное строение находится на улице Абубакарова. Такое радикальное решение судом было принято после иска городской прокуратуры, которая требовала демонтировать здание. Разрешение на строительство дома было выдано в 2017 году мэрии Махачкалы. Администрации города при этом не были учтены правила противопожарной безопасности и градостроительные нормы. При этом застройщик, игнорируя разрешенную высотность, возвел еще один этаж. Саидомиров просит о помиловании. Экс-мэр Махачкалы, который отбывает пожизненный срок в Черном Дельфине, направил прошение о помиловании в соответствующую комиссию при губернаторе Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС. Ходатайство уже рассмотрено областной комиссией по вопросам помилования и направлено к губернатору для дальнейшего рассмотрения. Какое решение было принято, председатель комиссии Александр Колотов не уточнил. Напомним, Амиров отбывает заключение в Оренбургской колонии с 2015 года. Его признали виновным в подготовке к совершению теракта, незаконном обороте оружия, покушении на жизнь сотрудника Следственного комитета РФ и глава отделения Пенсионного фонда РФ по Дагестану. Выплачивать кредит стало легче. Дагестанцы, имеющие ипотечный кредит, могут воспользоваться ипотечными каникулами, если оказались в трудной жизненной ситуации. Ипотечные каникулы – это отсрочка, погашение суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам. В 2019 году в банки обратились более 15 тысяч человек, решивших воспользоваться этой льготой. Из общего количества рассмотренных заявок 60% были удовлетворены. Однако есть причины, по которым кредитные организации могут отказать в ипотечных каникулах. Закон об ипотечных каникулах в России заработал прошлым летом. Обладателями 13 медалей разного достоинства стали дагестанские спортсмены на первенстве ЮФО по армейскому рукопашному бою. Турнир среди допризывной молодежи проходил в Сочи. Сборную Дагестана там представляли воспитанники военно-спортивных клубов под руководством президента Федерации этого вида спорта Аскерхана Гасанова. По итогам первенства юные армейцы выиграли 6 медалей высшей пробы, а также 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Бой Хабиба с Фергюсоном может сорваться в пятый раз. Теперь виной переноса самого ожидаемого поединка в истории UFC рискует стать эпидемия коронавируса. Бой был запланирован на 18 апреля и должен пройти в Нью-Йорке. Однако власти этого штата объявили о режиме чрезвычайной ситуации. В городе отменены массовые мероприятия численностью более 500 человек. Срыв крупного турнира сильно ударит по финансовым планам UFC. По словам президента лиги Даны Уайта, у промоушена есть два варианта выхода из положения. Проведение турнира без зрителей или перенос боя в штат Невада, где нет запрета на проведение массовых мероприятий. Тем временем дагестанец, несмотря ни на что, продолжает свою подготовку к бою. Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала. У меня такая же информация, как и у всех. Я в зале и я готовлюсь. Что будет дальше, никто не знает, написал Нур Магомедов на своей страничке в Instagram. И на этом все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова